Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Мария Чернова, специалист по снижению веса, психолог-консультант, психоаналитик. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Кто такой психолог, психоаналитик, в принципе, понаслышке или не понаслышке знают многие. Как специалист по снижению веса и психоаналитик связаны? То есть чем вы занимаетесь, по сути, расскажите. Кроме обычной психотерапевтической практики в нашем центре доктор Преображенский я работаю с клиентами, которые не просто пришли побороться с весом или как-то с ним повзаимодействовать, но еще пообщаться со своей душой и понять, что же привело к набору веса и какие причины прежде всего к этому ведут. И в этом смысле работа психолога, психолога-консультанта и психоаналитика в том числе, она очень важна. Потому что за едой всегда стоит что-то более глубокое. Какие-то переживания, проблемы, накопленные стрессы, очень много всего разного. И вот этим мы и занимаемся в рамках нашего центра. Прежде всего со мной и с другими специалистами, которые занимаются и душой, и телом, и красотой, и всевозможными аспектами снижения веса. Вот я думаю, у вас уже большой опыт в этом. В основном, расскажите, что мы заедаем, как правило? Как правило, мы заедаем, самая распространенная причина, мы заедаем усталость. Вы знаете, не очень много, небольшой процент, наверное, в районе около 3% всех клиентов, которые посещают наши центры, любые другие центры, просто не знают, как питаться. Действительно, просто не представляют, что это такое. А все остальные люди приходят с проблемами заедания. И первое из них – это усталость. Усталость. И мы просто не умеем справляться с ней. Мы начинаем, впрягаемся, как лошадки, и продолжаем пахать, пахать, пахать до тех пор, пока лошадка не заканчивает свой путь естественным образом. И прежде всего, чему мы учим в нашем центре и о чем я общаюсь и разговариваю со своими клиентами, это как вообще вспомнить, что у нас есть отдых, как его устраивать себе и в глобальном смысле, и в маленьком, в каком-то в течение дня. Буквально приходится учить иногда людей, закрывать дверь кабинета на 5 минут и отключаться от всего, от телефонов, от всего мира. И при этом не есть. И при этом, да, не есть. Это как раз вопрос не пережевывания проблемы, а переживания ее. И вот этим мы в том числе и занимаемся. Это первое, наверное, самое распространенное. Затем идет такая размытая, наверное, проблема стресса. Да, все, что происходит в человеческой жизни, мы любим называть стрессом. На самом деле стресс – хорошая штука. Если бы не было стресса, мы бы все были в амебном состоянии и плавали в Мировом океане. Но воспринимать с нами это как достаточно неприятная штука, и как справляться со стрессом, не знает практически никто. Стандартная штука – выпить, покушать, может быть, пообщаться с друзьями. Вот из этих трех вариантов – пообщаться с друзьями. Даже если там присутствует еда и выпивка, это гораздо лучше, чем просто выпить и покушать. Вот об этом тоже идет речь в том числе и на наших занятиях, на индивидуальных, на групповых, на всевозможных наших мероприятиях, коих у нас очень большое количество. Порядка 25-27 методик и техник используются в рамках нашей работы с клиентами с нарушением пищевого поведения, с лишним весом. А вот расскажите, пожалуйста, про контингент. То есть кто чаще обращается, например, мужчины, женщины? Вот есть, например, мне кажется, всегда такая категория женщин, которые… Но они почему-то думают, что они толстые. Вот есть ли такие опять же? О, да. Вот это четко ко мне. Эти люди всегда у нас на, естественно, есть, скажем так, какие-то предварительные консультации. И когда девочки, администраторы, консультанты видят, что совершенно неадекватная самооценка, они, конечно, сразу же отправляют ко мне на дальнейшую работу, потому что, да, это вопрос внутреннего зрения. Как я себя вижу? И как раз моя задача в этом – обернуть, как говорил Вильям Шекспир, глаза зрачками в душу. Посмотреть, а что это такой за фильтр-то стоит у меня, не красивый и не розовый вовсе, что я себе кажусь гораздо больше, чем я есть. А вот скажите, пожалуйста, как бы любой вес он обратим, да? То есть как бы можно ведь, наверное, довести уже до такого, что как бы пути обратно, по сути, кажется, что нет. Да, и многие люди, например, думают, когда, ну, там, человек весит 80 килограммов, да, он считает, наверное, что как-то можно там 20 убрать. Ну, когда он весит 120, то, наверное, уже, может быть, вот крест на себе ставят или нет. Или в любом случае все это обратимо, и в любой, как бы, ситуации можно пойти, чего-то достичь. Фактически, если нет физиологических противопоказаний использования методики, то есть, например, употребление каких-то компонентов в определенном, компонентов пищи в определенном количестве, то противопоказаний никаких нет. И прямо на входе в нашу клинику, в наш центр мы радуем клиентов с очень большим весом тем, что чем больше вес, тем быстрее он будет уходить. То есть если человек приходит в 80 килограммов, ему эта десяточка первая, да, до 70, она дается достаточно тяжело. А человек, который приходит в 120, снижает 20 очень просто и легко. Гораздо легче, чем вот первый, например, клиент. И поэтому в этом как раз тоже суть, ну, скажем, такая изюминка нашей методики в том, что это возможно, это успешно. Ну, и, наверное, как бы чувство меры тоже должно быть. Разумеется. На входе в программу я всегда говорю, к нулю мы не стремимся. И совершенно не обязательно всем быть совершенно худыми и невозможно стройными и так далее. Разные люди должны быть. И вот с точки зрения психологии моя излюбленная тема, что идеальных людей нет. Мы все друг за другом цепляемся и вместе мы бываем за счет своих несовершенств. За счет того, какие мы особенные, да. Идеальное лицо, помним, да, только у Нефертити было по всем показателям. А все остальные, у нас у всех есть свои изюминки. И в этом наша прелесть. И совершенно не обязательно. Главное найти гармонию с собой. И, разумеется, лишний вес – это проблема. Но это проблема и физиологическая, и психологическая, да. Иногда лишний вес является как раз таким счетом от мира. И в психологической работе мы как раз избавляемся от необходимости этого счета. Не от лишнего веса как от такового, а от того, что человеку, в принципе, не надо защищаться от мира. И тогда вес уходит сам собой. Вот, кстати, касаемо веса и центра «Доктор Преображенский». Но я так полагаю, что все-таки одной только психологической помощи в любом случае мало, да. То есть это нужна какая-то диета, это нужны какие-то физические нагрузки. Система питания – это первое, что мы дарим, отдаем с удовольствием нашим клиентам. А дальнейшее сопровождение, которое у нас длится полгода, год, есть индивидуальное сопровождение, групповое. И там вариантов очень много. Также включает в себя и физиологические воздействия. Работа массажистов, работа косметологов, аппаратная косметология. То есть очень большой спектр. И очень много методик и взаимодействий с клиентами, которые на стыке разных наук и всевозможных аспектов снижения веса. У нас есть арт-терапия, у нас есть детская психология, у нас есть семейная психология. То есть можно прийти с близкими, пообщаться. У нас есть вопросы, которые касаются зависимого поведения, алкоголя и каких-то наркотиков, тяжелых вещей. У нас есть направление бодифлекса и ЛФК. То есть очень много противопоказаний бывает по массажу, например, когда человеку нельзя ничего. И тогда приходят на помощь специалисты по лечебной физкультуре или по бодифлексу. У нас направление очень, скажем так, продвинутое, что ли, по рязани. Потому что, несмотря на общую подготовку для всех, у нас специалисты подходят индивидуально к каждому. В итоге занятие выходит такое комплексное, индивидуальное. То есть к каждому, с каждого проблемные зоны. Кто-то приходит с животом, кто-то с попой, кто-то с руками. Да, и специалист работает и дает нагрузку именно на те места, которые волнуют клиента нашу. В общем, нет ничего невозможного. Главное захотеть, настроиться, прийти и начать. Да, совершенно верно. Спасибо вам, Мария, огромное. А в гостях у меня сегодня была Мария Чернова, ведущая специалист по снижению веса Центра здоровья и красоты доктор Преображенский. Это программа «7 минут». Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok